Дорогие друзья, уважаемые коллеги, соотечественники, мне очень приятно видеть в этом зале знакомые лица, родных и близких мне друзей. Ваше присутствие сегодня я воспринимаю как знак внимания и уважения. На меня возложена почетная миссия прочитать в стенах Международного славянского института авторский курс лекций по теме «Русский мир в историческом развитии». Поэтому прежде всего позвольте мне от души поблагодарить руководство института, а также президиум Кирилла Мефодьевской Академии славянского просвещения, действительным членом которой я имею честь быть, поблагодарить их за то, что мне доверили эту высокую трибуну. Сколько выдающихся патриотов России выступали в защиту укрепления и развития национального самосознания. Классики русской мысли от Нестора Литописца и Михаила Ломоносова до Николая Данилевского и Ивана Ильина общеизвестны. А из наших современников, с которыми я имею честь быть знакомым и сотрудничать, назову такие имена, как Евгений Сергеевич Троицкий, Олег Анатольевич Платонов, Илья Сергеевич Глазунов, Юрий Константинович Беглов, Наталья Алексеевна Нарочницкая, Анатолий Викторович Щелкунов здесь присутствующий, и другие глубоко уважаемые мной патриоты России. Сотни, ну этот список, конечно, неполный, сотни и даже тысячи наших соотечественников жили ради того, чтобы наша Родина развивалась по национальному пути. Поэтому свой курс я посвящаю этим русским подвижникам и героям, многие из которых пали жертвами на поле битвы. И вот, наконец, президент России Владимир Владимирович Путин, выступая с годовым отчетом 2012 года, публично заявил, цитирую дословно, для возрождения национального сознания нам нужно связать воедино исторические эпохи и вернуться к пониманию той простой истины, что Россия началась не с 1917 года, и даже не с 1991, что у нас единая, неразрывная, тысячелетняя история, опираясь на которую мы обретаем внутреннюю силу и смысл национального развития. Прекрасные слова. Но для того, чтобы опереться на богатство российской культуры, надо для начала изучить ее, освоить. Кто здесь может похвалиться тем, что он уже освоил эти богатства? Не в полной мере. Да, наше прошлое – это не то, что было когда-то давно и не имеет к нам никакого отношения, а наше родовое наследие, вечно актуальный многовековой опыт, требующий глубочайшего осмысления. Лучшие достижения прошлых эпох в области науки, литературы, искусств – это наши бесценные сокровища. Умный человек черпает свои знания из прошлого, как и из неиссякаемого источника. Он постоянно совершенствуется и учится на ошибках других, безумный, отказывается от знаний и достижений прошлого. Он сознательно закрывает глаза на наследие, которое могло бы принадлежать ему, если бы он оказался его достоин. Глупец в своей гордыне самомнения отрицает ценности и достижения, накопленные веками. Он уподобляется неполноценным людям, потерявшим память и слепо плутает по закоулкам жизни. Наивные люди верят всему тому, что они слышат и читают. Они повторяют пошлые анекдоты, бредовые высказывания наших явных идеологических врагов, пересказывают политические мифы и сказки. Для них царская Россия – это отсталая страна, тюрьма народов, в кавычках, а император Николай – второй, якобы слабая личность. Разрушители Российской империи, Ленина Владимир Ильича Ульянова, они почитают как великого героя и вождя мирового пролетариата, а его соратника, создавшего невиданную систему уничтожения миллионов людей, известную как ГУЛАГ, превозносят как идеал правителя, чуть ли не как отца народа. Но это лишь немногие мифы. Так же и от обратного можно идти. Или приводятся слова Черчилля, что Сталин взял Россию с Сахой, а отдал ее с ядерными ракетами. Таких мифов очень много, и мы о них будем говорить особенно. Наиболее разумные и любознательные из наших современников пытаются постичь прошлое, но ограничиваются немногими источниками. В постижении сложной, драматичной истории, которая является отраслью специальной науки, они доверяют мнению других, например, наиболее продаваемых авторов. Часто можно услышать ссылки на Льва Гумилева, Николая Фоменко, Александра Асова. Их публикации занимают целые полки в книжных магазинах сегодня. Проверяют ли доверчивые читатели факты, полученные из этой литературы? Есть ли только немногие? Профессиональные историки и наиболее любознательные читатели знают о том, что существуют классические труды и различные научные школы, претендующие на истину? А сейчас я приступаю к изложению целей и методологических основ моего курса. Курс «Русский мир» стремится обобщить весь положительный опыт российской исторической науки. Однако он не повторяет его. Конечно, отдельные факты и выводы мы заимствуем у классиков. Это нормально с точки зрения преемственности. Однако, в отличие от старых учебников, энциклопедических изданий, исправочников, в отличие от книг замечательных и сборников по специальным темам или историческим периодам, не говоря уже о знаниях, подчеркнутых из интернета или полученных из бульварных газет, мой курс дает систематичное и цельное представление о прошлом и настоящем, основанное на точных сведениях и современных методах. В своих теоретических исследованиях я учел по возможности достижения нескольких научных и религиозных школ, а также авторских течений. Я назову сами школы, не называя имена, потому что это будет уже список для доктора своей диссертации. Но школы я хотел бы перечислить. Ведическая традиция, веда, православная вера, диалектическая логика, философия истории, теория культурно-исторических типов, мифология культуры, учения об архетипе, теория мифа и символа, философия языка, индо-европеистика, семиотика культуры, русский космизм, геополитика и геостратегия, конспирология, родная вера, теория войн нового поколения, археофутуризм и так далее. В разной степени я серьезно изучил эти школы и опубликовал немало своих исследований. Я автор более 500 публикаций и многих трудов, которые излагают эти теории в переводе, с комментариями. Синтез этих и других знаний, воспринятых осмысленно и критически, привел меня к формированию авторской методологии, которую можно, в какой-то степени условно, но можно назвать семиотикой родной истории. В чем ее суть? Интерпретация одних и тех же событий, как известно, зависит от эпохи, от личности и мировоззрения наблюдателя, а также от географического положения его. Например, история античного Рима по одному выглядит из Рима, по другому с запада и по третьему с востока. Одну тратовку прошедшего события дают летописцы, современники, другую, кстати, летописи переписывают время от времени, другую богословы, третьи дают философы, то есть люди разных специальностей, четвертую политики, ну и, наконец, читатели тоже понимают, кто в лесах, кто по дровах. Для меня история имеет одно удивительное свойство. Когда я рассматриваю ее под углом зрения родовой логики, бесконечное множество разрозненных фактов вдруг начинает выстраиваться в логичную связь, а сами события становятся все более понятными, близкими и родными. «Голос крови», называемый в науке генотипом или архетипом, интуитивно и сознательно выбирает себе подобное, а чужое отметает, как ненужное или как менее важное. Внешний мир становится полем для исследований и сравнения с Россией. Такое мировоззрение, основанное на следовании национальной традиции, можно назвать родолюбием, родовым сознанием или родовой логикой. спрашивается, что именно нам следует воспринимать, как это освоить, и главное, ради чего? Ради чего мы здесь собрались? Одним из главных инструментов познания я считаю семиотику, науку о знаковых системах, которая утверждает, что вся человеческая история есть текст. История, утверждает великий историк Карамзин, продолжаю цитату, в некотором смысле есть священная книга народов. Главная и необходимая она есть зерцало их бытия, скрижаль откровений и правил, завет предков к потомству, изъяснение настоящего в пример будущему. К этому следует добавить, что вся божественная природа, включая наше личное тело, есть открытая книга. Существуют вербальные тексты, то есть словесные, состоящие из слова и фраз, а существуют и невербальные. Математические символы, компьютерные программы, музыкальные симфонии, партитуры, кинофильмы, это все суть языки, но невербальные. Иногда молчание больше значит, чем слова. Рассматривая прошлое как неразрывно связанный исторический текст, как историко-культурное поле, подобно Бородинскому полю, или Куликову полю, или Талькову полю, где вся действительность пристает в виде совокупности вербальных и вневербальных знаковых систем, мы можем толковать, анализировать, комментировать и интерпретировать эту историческую реальность с помощью семиотики в родовой логике. Сказано научно, но точно. Используя этот метод во взаимодействии с другими, в том числе перечислями выше, школами, мы можем строить конкретно историческую модель России, ее в прошлом, настоящем и будущем. Уважаемые слушатели, основы сегодняшнего курса изложены в моих многочисленных книгах и публикациях, которые написаны в самых различных жанрах, от энциклопедий, заканчивая поэзией. Я не буду перечислять их, это невозможно, но я покажу вам наиболее важные из них, и некоторые из них еще имеются у нас здесь. Ну, первый очерк «Крест над Крымом», на основе которого Клыков, скульптор наш, Вячеслав Михайлович, проводил праздник Томянской письменности культуры в Севастополе. Сейчас она устарела, я ее дорабатываю, сейчас бы я совсем по-другому написал, я даже не считаю ее еще зрелой книгой, но тогда она была очень нужна. И как сейчас мы видим, понимание и значение Тавриды, Крыма для России, остается актуальным. Ну, первая книга, которая была уже зрелой, это «К пониманию русского», то есть, что есть русский мир. Это книга, которую читали выдающиеся современники наши, Илья Сергеевич Глазунов и другие, и Платонов, и эта книга вышла в 1994 году. Книга «Венеты предки славян», она рассказывает предысторию славян, и она была переведена в тот же год на славянский и на следующий год на сербские языки. Книга Анатолия Ивановича Политаева только на первый взгляд биографична. На самом деле, эта книга называется «Беседы о музыке и культуре». Это, по сути, книга русской музыкальной традиции. Книга небольшая по объему, но очень для меня важная, это «Афина» и «Атенеи», потому что «Афина» была об агении мудростью, а точнее, это одно из имен мудрости, которое по-римски называлось «Минерва», а по-православному «София», и есть другие у нее названия. Так вот, я имею честь восстановить российскую традицию «Атенеев», как «Храмов мудрости» и «Аристократических клубов», и я издавал 10 лет журнал «Атеней». Многие здесь присутствующие прекрасно знают это издание, вот это единственный оставшийся номер. Кстати, посвящен Международной конференции «Будущее Белого мира». Последняя книжка, предпоследняя, которую я сделал, она сейчас в феррике 100 экземпляров, называется «Юрий Венелин и начало болгароведения». Вот за свой счет мы ее издали, но я имею честь подарить ее дипломатическому корпусу болгарскому, нашим сотрудникам МИДа, и она уже работает, и есть отклики, и что для меня особенно приятно, еще книжка не успела выйти, она уже переведена на болгарский язык. Я многие годы потратил, ну не потратил, посвятил просветительству, поэтому я издавал многие сборники, ну наиболее такой известный был сборник «Россия-Европа», который читал и Наталья Эксена, на Рочницкой высоко оценила, участвовала в его презентации, и Нибальсин, американский, русский просветитель. Потом я издавал «Русскую перспективу» сборник, сборник «Варвары», и вышла серия трудов, которые иногда люди видели, но просто не знают о том, кто их подготовил. Ну это труды Андреаса Готлиба-Маша, это собрание сочинений Юрия Ивановича Венелина, благодаря которому, собственно, меня приняли в Кирилло-Мефодиевскую академию, а затем, когда я завершил этот труд, меня приняли в качестве действительного члена, это уже работа просветительского высочайшего уровня, это известная книга Франциско Франко, генералиссимуса Франко, «Масонство», труды Хосе Антонио Прима де Ривейра, труды моего духовника, отца Дмитрия Дудко, а также моих современников, которые я очень ценю и люблю, это философа Виталия Ковалева, поэта Сергея Яшина, это труды современных мыслителей, конспиролога крупнейшего Энтони Саттона, моего друга Гиома Фая, труды словистов, я их фамилии перечислять не буду, может быть, вы устанете, но которые первые не изучали венецкую проблему, и так далее. Я считаю, возвращение имен, это очень почетная, почетная миссия. Я иногда, даже когда говорю о классиках, я привожу такой пример, что если женщина, мать рождает ребенка, дает ему первую жизнь, то порядочный историк, переиздавая полное собрание или собрание трудов, выдающегося мыслителей, он дает ему вторую жизнь. Это называется воскрешение. Вот поэтому, конечно, представляете, какая ответственность лежит на нас, когда мы переиздаем труды великоклассиков наших. Ну и, конечно, два журнала, которые сделали меня знаменитым, не только в России, но и за рубежом, это сначала журнал «Наследие предков», а затем журнал «Атеней», «Атенео». Кстати, те, кто не имеет возможности провести, поскольку давно они уже стали библиографической редкостью, просто можете зайти на сайт ateney.ru и там выставлены многие, далеко не все, но многие публикации. Ну и, наконец, для иностранцев, которые по-русски не говорят, к сожалению, это мы говорим на разных языках, они не говорят, я такой сделал сборник на сборнике статьи, интервью на английском, немецком, французском и испанском языках. Называется «The white world in my heart». «Белый мир в моем сердце». Ну, «белый», я понимаю очень глубоко, не только с антропологической расовой точки зрения. Это дилемма и вызов 21 века, который еще пока не люди не в состоянии многие оценить, но поймут. Когда-нибудь поймут, когда, может быть, будет уже поздно. Вот, некоторые понимают уже сейчас. Так вот, курс, который я предлагаю вашему вниманию, он был опробирован, как здесь упоминалось, в Америке, в Uteca College of the Syracuse University. Там я читал курсы «Русская культура и цивилизация» на английском языке. В моем «Альбоматор» в Московском государственном лингвистическом университете в виде курса по семиотике, исторического диалога. В Московском институте национальных и региональных отношений в виде курса «Истоки родного мира». А также в серии лекций, которые я прочитал в прошлом году. Вот, пожалуйста, в Бельгии, в нескольких городах был курс лекций, который назывался «Europe and Russia Common Perspectives». Очень я много сил предложил для его подготовки. И, честно говоря, остался немножко разочарован, потому что очень мало было людей подготовленных воспринять то, что я хотел им, то, что я им смог изложить. Теперь я счастлив, что, наконец-то, я буду говорить эти идеи своим соотечественникам на своем родном языке, а не на английском, или на испанском, или на французском языках. И я уверен просто, что этот курс будет иметь отклик в ваших сердцах. Следует добавить, что я участник и организатор многих, но я не побоюсь сказать, сотен семинаров, конференций. Потому что с 88-го года я постоянный организатор. Это и круглый стол к пониманию русского, это и общество Прометей, творчество объединения Собор, это и наследие предков и так далее, и так далее. Вот эти конференции уже международные. Мы проводим эти конференции и в Москве, в Петербурге, в Киеве, в Минске постоянно, в Севастополе в этом году, в Любляне много раз, в Белграде дважды, в Софии, в Мадриде и так далее. Меня за это даже наградили почетным именем масон. Потому что некоторые люди думают, что если человек говорит на нескольких языках, то это значит обязательно масон. Совершенно неверно. Вся классическая русская аристократия, особенно дипломатия, всегда владела многими странными языками. Поэтому мы должны возродить вот эту истинно патриотическую, глубоко интеллектуальную русскую дипломатическую школу и нести не только через государственные органы, но и народную, так называемую, личную дипломатию. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok